Здарова пацаны, это видео про монтаж. Это видео о том, как я монтирую, как я рассортирую исходный материал, как создаю каталоги по ключевым коллекциям, как делаю сам монтаж, как экспортирую готовые видео. Я расскажу все это на примере нескольких проектов, покажу их в тайм-линии, расскажу про основной принцип этого монтажа. Видос похоже, что будет очень длинный, поэтому внизу я оставлю тайм-код, если что будет скучно, переключайся от проекта к проекту, или если я вдруг затяну какую-то мысль. Не стесняйся листать, ни в чем себе не отказывай, в общем, чувствую себя как дома. Поехали! В качестве примера я возьму видео из своей ленты в инстаграм, вот она. Кто еще не подписан, обязательно подпишись, профиль дипанов, не знаю до сих пор, на самом деле, почему ты это не сделал. Итак, короче, вот моя лента, здесь вот есть куча разных видосов. Одни из последних это свадебный клип, полет на самолете и некоторые видео коммерческого характера. Но разобрать я хотел не эти видео, а... Короче, это видео из путешествия, коммерческое видео про рекламу фитнес-массажера и свадебное видео, в том числе свадебный тизер к свадебному фильму. На самом деле, это абсолютно разные три истории, но у них единый принцип монтажа, единый стиль и единая динамика. Так, поехали про организацию материала. Короче, перед тем, как начать монтаж и залить исходники в монтажку, я сортирую их и разбиваю по папкам. Таким образом, короче, у меня создается так называемая ключевая коллекция. Она еще называется Keyword Collection. Так как я работаю с двумя внешними дисками, это LESI на 5 терабайт и Samsung на 1 терабайт, я выбираю, на какой из этих дисков я сливаю материал. Если, например, материала много, более 300 или 400 гигабайт, я использую LESI и если меньше, то, соответственно, я закидываю на 1 терабайтный Т5. Например, вот видео с 7-дневного путешествия по Камчатке, я монтировал прям с LESI, с оранжевого и скорости хватало. Дальше, когда я рассортировал исходники и создал под соответствующий день камеру, дрон, свою папку с порядковыми номерами, я создаю свою библиотеку. И да, именно библиотеку, а не ивент. Раньше я советовал создавать ивенты и делать проекты в одной библиотеке, но сейчас я от этого отказался и делаю немного иначе. По крайней мере, для больших проектов я делаю именно так. Под мелкие проекты, например, видео из Instagram или какой бы-то мелкий монтаж, быстрый, я все так же использую одну library, одну библиотеку. Но если я делаю какой-то крупный и очень важный, ответственный проект, я создаю много разных libraries. И на самом деле это, наверное, на мой взгляд, даже лучше и быстрее работает. Например, такую штуку я делаю стопудово для свадеб, для каких-то многодневных путешествий и для очень каких-то важных, значимых проектов. На самом деле, самое важное, что я хочу сказать про сортировку материала, про организацию материала, это то, что сама library, сам проект находится на компе, на внутреннем жестком диске, а исходники и весь монтаж, все бэкапы, все рендеры находятся на внешнем диске. Таким образом, у тебя внутренний диск не забивается, у тебя там одинаковое постоянно дисковое пространство, а внешний диск у тебя, соответственно, подзабивается исходниками и рендер-файлами и бэкапами, но об этом немного позже. Перед тем, как приступить к самому монтажу, я еще раз проверяю, что у меня отключен фоновый рендер. Это в меню Final Cut, вот здесь, Preference, Libraries, Background Render. Делаю это для того, чтобы не подгружать проект, а рендерить его только когда мне это необходимо. Дальше убеждаю, что кэш и рендер будут храниться не в библиотеке, а на внешнем жестком диске. Делается здесь это разовым кликом, нажатием на библиотеку. Дальше в панели Inspector находим панельку Storage Location и в ней нажмем кнопку Modify Setting. Выскакивает такая панелька с настройками и здесь напротив каждого показателя выбираем, где что будет храниться. У меня весь кэш выведен в отдельную папку, вот она. Чтобы это сделать, жмем Choose и выбираем папку. После этого я начинаю от смотр материала, делаю это быстро, легко и непринужденно. Ну на самом деле, я типа уже весь материал знаю, какой и где. Я просто как бы еще раз пробегаюсь по нему и подмечаю понравившиеся кадры. Клавишей F это делается, аббревиатура от Favorite английская. Но чаще всего я это просто запоминаю, так как потому что весь материал снимал со мной. И короче я уже заранее предполагаю и помню, где есть какие крутые шоты. Но все равно я его просматриваю, чтобы у меня в голове отложился порядок этих кадров, где они находятся. Итак погнали, видео с поездки. Это у меня видео с небольшого путешествия этим летом. На самом деле здесь нет ничего необычного. Этот ролик я сделал буквально за полчаса-час. Здесь все на самом деле не очень сложно. Из интересного, пожалуй, это вот этот первый блок с титрами. Такие блоки я обычно делаю в отдельных проектах, не в том, в котором создается основной монтаж. Как здесь, например, он вынесен у меня в отдельный проект в этом же самом ивенте. За основу здесь у меня взят вот этот так называемый репитер. Это название короткого футажа вот этого видео, которое находится у меня в отдельной папке. Чтобы быстро к нему перейти, жмем правой кнопкой, попадаем в браузер к нему. Здесь также жмем правой кнопкой Reviewing Finder. Здесь у меня, короче, отдельная папка с названием для монтажа. И в ней у меня хранится все, что может у меня понадобиться в монтаже. Всякие разные футажи, гличи, какие-то текстуры, засветки наподобие вот аноморфных всяких историй. Куча всякого разного добра, которое у меня скопилось за несколько лет моей монтажной работы. Чрезвычайно важно все это подзвучить. Все необходимые звуки вроде как есть у стандартных звуков. Например, вот эти клики мышью. Тапы по клавиатуре, их нужно использовать. Единственное, чего точно нет, это звуков смены пленки. Так называемый фильм-стрип. Он у меня скачан как большинство звуков. На самом деле, все эти звуки ты можешь сказать по ссылке в описании с Epidemic Sound за тот бесплатный месяц, который тебе предоставят. И не буду скрывать, да, это моя реферальная ссылка. Твоя подписка – это личный вклад и помощь мне и каналу в развитии. Типа ты донатишь как бы не своими деньгами, а через Epidemic Sound. Короче, не обломись, перейди, пожалуйста, по ссылке. Сделай это, у тебя займет буквально пару минут. Ну и в течение месяца просто скачиваешь себе библиотеку звуков, библиотеку треков, создаешь себе свои плейлисты. Это можно сделать, по сути, за один день. И дальше отписываешься просто. Ну, типа такой лайфхак, короче. Ну, или там продолжаешь подписываться за 15 баксов, почему бы и нет. И эта ошибка не бьет по карману, зато ты не паришься. И, короче, у тебя есть доступ к гигантскому количеству музыки, звуков. И все это без авторских прав. Ну, в плане того, что тебя там не забанят ни на YouTube, ни в Instagram, нигде. Можно спокойно пользоваться, не парясь на таких вещах, типа там, как нарушение авторских прав. Ну, нам погнали дальше. После блока с титрами мы резко попадаем на переход, типа сгоревшей киноленты такой. Кстати говоря, это бесплатный транзишн, untry and unangle. Если ты еще не знаешь, что это такое, обязательно зайди к нему на сайт. У него очень много бесплатных тоже разных всяких футажей и переходов. Находится этот переход в меню транзишн. Скачаю у него на сайте, он бесплатный. Попадаем на быструю нарезку под бит кадров с аэропорта. На самом деле здесь все в куче. Все кадры сделаны на Osmo Action, на вот эту. И они реально ужасного качества, потому что Osmo, типа, ну, не справляется на слабом освещении. У нее повсюду этот шум. И для того, чтобы хоть как-то скрыть вот этот шум, я накинул здесь вот этих два корректирующих слоя и применил к ним здесь такую некую цитокоррекцию. И вот этот, типа, базовый лут для GoPro 3. Но, походу, я сделал еще хуже. Дальше ты видишь эти маркеры. Трек я размечаю как раз-таки имя. Это буква M на клавиатуре, горячая клавиша. И потом по этим маркерам просто ровняю все кадры. Все очень просто. Не стесняйся делать кадры покороче, по 10 фреймов или даже по 7. Главное, чтобы было все в тему, а длине кадра не беспокойся. Главное, чтобы было все смотрибельно. Еще есть интересное здесь, это ускорение и замедление кадров с дрона. Например, как вот с этим дворцом. Все стандартно и просто. Горячая клавиша Command R. Вызываем настройки скорости и ускоряем на 2000%. Ну, или сколько там тебе нужно. Но самое важное здесь, это вот этот тоже бесплатный плагин. Кстати говоря, он также от Ryanonengla. Если я не ошибаюсь, то его плагин был скачен. Называется он Motion Blur. Корректирующим слоем он выведен. Который создает в кадре вот такой естественный смаз. Или хз, как его еще назвать. Короче, на мой взгляд, так выглядит круче. Каждое такое ускорение я рекомендую также подзвучивать вжухами, в ухами всякими разными. Все они есть в Epidemic Sound. Перейди уже, качай, не стесняйся. Еще из прикольного здесь, наверное, вот этот кадр. Он просто уменьшен скейлом. И к нему применен плагин Better Border. Он есть такой в стандартных. Но Better Border плагин, это вот эта белая рамка. Он на самом деле, его нет в Final Cut, но это бесплатный плагин. Я про него уже рассказывал в видео про бесплатные плагины. Очень удобная хрень. Иногда ей тоже можно пользоваться. Он лежит на фоне, как раз вот в этом репитере, про который я говорил в начале. Ну и типа выглядит прикольно. В конце видео у монтажа кадры становится немного длиннее, потому что типа монтаж подходит к концу, к своему завершению. Музон становится более спокойный, монтаж замедляется. И в конце вот такое смещение, которое я сделал ключевыми точками. Посмотреть можно Command-V. В общем, в этом видео нет ничего необычного. На самом деле все стандартно. Все делается руками, ключевыми точками или минимальным набором бесплатных плагинов, которые вот у Райана Нэнгла можно посмотреть. Так, погнали. Коммерческое видео, следующее видео. Давай взглянем на тайм-линию рекламного видео. Оно вынесено как раз-таки в отдельную Libraries, потому что, ну, во-первых, это был важный видос. И в одном ивенте я создавал много проектов, вот как здесь. Сейчас расскажу, почему. Это видео про перкуссионные массажеры Terragon, которые используют фитнес... Вот, короче, перкуссионные массажеры, вот эти вот Terragon, которые используют там где-то в фитнесе спортсмены, там бегуны, всякие разные кроссфитеры. Такая вот штуковина, перкуссионный массажер. И это реклама про него. Так как здесь, короче, по монтажу, в принципе, все стандартно, я сперва хотел немного рассказать предысторию, как вообще появляются такие заказы, как я с ними работаю. Основная сложность таких заказов и создания таких видео, это то, что ты в них должен делать все реально в одиночку. И снимать один, и придумывать один, и там дрончик запусти, и где-то звук там подзапиши, и побегай, и, короче, еще на вулкан нужно при этом подниматься, тащить рюкзак. А еще есть трудности, это то, что заказчик совмещал съемку вот этой рекламной истории коммерческой с своей туристической программой. Но надо отдать должное, что порадовало то, что каждый из роликов у него был проработан сценарием. Эти сценарии мне заранее скинулись, и там был прописан прям текстом основной концепт, то, как он там едет, где выходит, что делает, что нужно показать, что там, что не нужно показывать, какие ощущения должны передавать ролики, ну, все то, что, типа, тебе, как бы, дает, задает вектор, и ты уже по нему работаешь. Но здесь также, типа, палка в двух концах, такие сценарии пишут обычно сценаристы, которые находятся не в локации, которые находятся где-нибудь там, где-нибудь там. На Камчатке, как все происходит, и как все, типа, происходит вот это совмещение с туром, да. Мы снимаем не просто рекламу, приехали в локацию и начали снимать, а мы это все совмещаем с туристической программой. Вот это они все не учитывали, соответственно, в один момент я просто отказался от всех сценариев, взял у него полный карбланш и начал просто поливать в своем стиле. И, в общем, вот что получилось. Здесь главное придерживаться монтажности, то есть, если он, типа, куда-то бежит, он должен обязательно куда-то прибежать. Если мы показываем общий план, то надо, чтобы то же самое движение было сделано и крупным планом. Дальше надо просто набрать необходимое количество материалов, как я обычно это делаю, и, типа, все готово. Можно идти монтировать. Здесь вот мы поднимались на рассвете до восхода солнца в 5 утра в кальдере вулкана. Красивейшее место на Камчатке, будешь на Камчатке, забегай. И, кстати, чтобы вы понимали, после того, как мы, типа, 2 часа набегались на рассвете, мы еще и сделали восхождение на вот этот вулкан. Дальше на монтаже мне нужно было выдать 3 разных видео. Соответственно, в одном ивенте я создал 3 проекта. Вот они, Terragon, Terax и Rock Tape. Дальше еще появилась вторая версия Terragon. Это версия 2. Она сокращена на 12 секунд. Там я вырезал все начальные кадры, как тачка подъезжает, как он там выходит. По совету моего дружбана с Питера, которому я обычно отправляю какие-то серьезные проекты на рецензию. У него очень хороший вкус и я всегда прислушиваюсь к его мнению. И вот, короче, на самом деле, минутная версия сократилась где-то до 45 секунд, пожертвовав вот этими ненужными, как казалось, первыми кадрами. Итак, вот тайм-линия первого видоса. Я, короче, не могу включить с нее музыку, иначе YouTube забанит, потому что трек под эту рекламу я искал на просторах интернета и везде вообще. И накнулся на очень крутого композитора. Зовут его Райан Туберг. Райан Тауберг. Райан Тауберг. И песня называется Thunderbird. У чувака очень крутой саунд. Это прям реальный композитор, который там использует кучу инструментов в своих видео. Там прям капец на все. И литавры, там и скрипки, и все, и пианино, и барабаны вообще там. Все, как я люблю. На YouTube как раз я его нашел. На YouTube он тоже есть. Райан Тауберг, найди его на YouTube. Короче, по монтажу здесь тоже так же все просто. В ролике как бы сплетены три истории персонажа. Это бегун, альпинист, который идет в гору. И еще один бегун, но как будто бы в другой локации. Суть в том, что нужно показать два разных вот этих массажера. Один профессионально большой, другой поменьше. В разных локациях. Здесь все стандартно. Общий, крупный. Многие кадры я просто скелил, так и снимал в 4К. Кадры с дрона тут так же ускорял. Накидывал тут Motion Blur. Райан Англо бесплатный. В середине, где музон нагнетается, я добавляю побольше саунд дизайна. Побольше объема. Вот разными звуками максимально вот здесь я его использую. Типа ветер, там рев машины. Всякие в уши прям, чтобы создавался нереальный вот этот объем в одном месте. Все это мешаю с кадрами локации с дрона. И в конце каждый из персонажей как будто бы доходит, добегает до финальной своей вот этой точки. И типа там останавливается, передыхает и делает себе массаж. Финальное лого я просто отрезал маской и плавно открыл надпись вот Terabody. Сделал это так же ключевыми точками, просто приподнял ее. Немного простовато, немного колхозно, но получилось как получилось. В анимации логотипов я абсолютно профан. Если интересно, глянь ролл в инстаграме, он там тоже есть. Дальше в этом же проекте, в этом же лайбрарисе я наделал вот разных сториз. Они простые. Здесь в основном я использую плагины и всякие выезжающие титры, которые у меня установлены. Выглядит на мой взгляд стильное. Можно что-то подписать, тут добавить какое-то описание про массажер. Это все спрятано в один корректирующий слой. И у него вот здесь куча настроек. Можно менять цвета, шрифты, размер, затемнение. Этот плагин я вроде как покупал. Уже сейчас и не вспомню. Может и нет, может и скачал просто. Сейчас не вспомню уже. Итак, свадьба. Самая объемная, самая большая. Короче, самая большая сложность свадьбы, это, пожалуй, то, что у него реально гигантское количество материала. И если ты его грамотно не рассортировал, не расфасовал, танцы отдельно, прогулка отдельно, ЗАГС отдельно, ресторан там пятое-десятое, ты просто, чувак, сдохнешь на монтаже. Не знаю, есть, конечно, свадебщики, которые там фигачат эти свадьбы за три дня. Но я просто, если я вот не подготовлю себе рабочий процесс, я просто офигею вообще. Я буду монтировать ее там, блин, несколько недель. Но так как свадебный опыт у меня минимальный, я всего снял там 7 или 6 свадеб, и каждый раз монтаж свадьбы, это для меня просто стресс какой-то. Я еще помню, какое-то время я монтировал на аутсорсе эти свадьбы, которые не сам снимал, а мне их присылали. Это жесть вообще, короче, как вспомню, так вздрогну. В общем, перед началом я все тщательно сортирую, я уже сказал. А так как в свадебной съемке есть еще и звук, то я еще отдельно синхронизирую и все кадры со звуком. Вообще, про свадебные фильмы можно было бы сделать, на самом деле, отдельное целиковое видео про свадебный монтаж. Но здесь я снусь, поэтому просто поверхностно. В общем, вот так выглядит лайберрии со свадебным материалом. Здесь ты видишь несколько ивентов. Один из них лавка. Это отдельная история, которую я снимаю до мероприятия и делаю такой вот небольшой сюжет с интервью и какими-то моментами жизни, ребят. Интервью я беру чисто для того, чтобы упустить голос за кадром, который будет повествовать о том, что в кадре происходит. Это как бы навеивает такой документальный стиль. Дальше некоторые футажи из этого сюжета я беру также для фильма. Ну и на случай, если мне не хватает кадров. Такое чаще всего бывает. Видео конкретно этой истории также есть в инстаграме. Не обломись, зайди посмотри. Глянешь, что там получилось. Дальше вот здесь есть ЗАГС. Свадьба. Эвент с ЗАГСом я создавал во время мероприятия. День свадьбы я еще успел задубасить небольшой ролик с регистрацией о том, как происходил вот этот. И ребята все посмотрели его на вечеринке на большом проекторе. SDE, по-моему, называется. Это у свадебщиков. Так как свадьба снималась в две камеры, я разбиваю эти все папки на камеру А и камеру Б через точку. Вот ты можешь видеть, что единичка это ЗАГС, двойка сбора и так далее. Такой порядок удобен тем, что папки идут в хронологическом порядке. На самом деле кажется, что я говорю как будто бы элементарные вещи, да, но иногда вот из этих элементарных вещей ты можешь узнать, что новое. Ну, по крайней мере, я так делаю. Я постоянно смотрю любые видео, которые выходят по Final Cut, там у зарубежных коллег. Даже если типа я думаю, что я владею этой темой, я все равно просматриваю ее, чтобы освежить что-то в памяти и узнать реально что-то новое. Поэтому давай-ка смотри дальше. Остальные несколько ивентов. Это синхрон звука. Здесь вот тосты, какие-то слова и регистрация. Регистрация была выездная. Так же, как на банкете, я записываю звук на рекордер, это Zoom H5 и дальше свожу его в Pluralize. Закидываю все видео, которое хочешь синхронизировать в Pluralize. Скидываешь аудио, жмешь Sync, все готово. На самом деле суперудобная программулина. После синхронизации, тем более, что он предлагает тебе тут же импортировать все это видео в Final Cut. Причем на выбор полностью замененным звуком будут у тебя файлы, то есть звук из камеры, он целиком убьет и оставит звук с рекордера. Либо он синхронизирует, оставит звук с камеры и оставит звук с рекордера и сделает просто вот эти синхронизированные отдельные дорожки. После импорта с Pluralize в Final создается ивент с проектом внутри. Вот так он выглядит, синхронизированный проект. Он может быть и гораздо больше, все зависит от того, как ты будешь добавлять видеофайлы в Pluralize. Я имею в виду, что если ты будешь накидывать файлы по одной штучке, то он у тебя подумает, что каждый файл это отдельная камера и будет создавать под нее дорожку. А если ты выберешь все файлы целиком и закинешь их, а после этого кинешь дорожку, то у тебя будет отдельная камера. То есть как ты должен делать? Ты берешь файлы с одной камеры всю кучу, кидаешь ее, берешь файлы с другой камеры всю кучу, кидаешь ее и закидываешь дорожку. Таким образом у тебя получается три дорожки с синхронизированных видео. Иначе он у тебя просто выстроит многоэтажный небоскреб из дорожек, что конечно у тебя будет не очень удобно. А так у меня получается три камеры. Это общак на штативе GH4, крупняк с Olympus 40-150 вот с этого объектива. И подвижная камера, которую я снимал, это 10-25, новый объектив у меня Leica. Очень удобная штука, дальше просто остается выбирать фрагменты для фильма и переносить их в основной проект. Просто копируешь их через Command C и вставляешь их в основной свадебный проект. Вот так выглядит таймлиния готового свадебного фильма, хронометраж 18 минут. Если будет интересно разобрать такую таймлинию жесткую, пиши в комментах, задавая конкретные вопросы, что нужно, что интересует, чтобы я не грузил тебя лишней всякой фигней, как сейчас. По звуку здесь все стандартно, с саунд эффектами я особо не увлекаюсь в фильме. Иногда только использую вот, например, песни в инструментальном исполнении и коллаборирую их с песнями, полными версиями той же самой песни. Как, например, вот здесь, где переход на танец, я подключил вокал. Такая штука доступна в Epidemic Sound, то есть ты находишь целиковый трек и ты всегда можешь найти к нему тот же самый трек, только без вокалов, инструментальную версию. Так что вы можете трек разбить, вынуть из него только барабаны, только гитару или только мелодию. Это на самом деле тоже очень круто и очень удобно. Буквально несколько слов про клип. Здесь мне на самом деле повезло с треком. Он мне попался практически сразу же на Epidemic Sound, прям свежак. Коллаборация электронщика OU, если такого не знаешь, и сладкоголосого Loving Calibre. Трек называется The Light, он зашел мне с первых нот. Я подумал, что для этих ребят он просто идеальным будет. И я всегда, когда выбираю трек, сразу же до его прослушивания, обращаю внимание на вейформу, вот эти пики. И я примерно могу понять, подойдет такой трек или нет. То есть, соответственно, по вот этим вейформам, по пикам. Здесь это тоже видно, по вот этому перегрузу, вот в этом месте, что в песне будет какая-то подводка, а потом начнется вот замес мясной. Дальше дело также за малым. Просто набираю кадров под бит. Обычно я также намечаю их клавишей M маркерами. И я этого могу не делать, в принципе, без разницы, если бит прям виден на вейформе. Не стесняюсь, еще раз говорю, сокращать кадры. Присматриваться к движению в кадре, чтобы все было монтажно. Про логику монтажных клипов мне хотелось бы сказать тоже пару слов, что нужно подмечать в сегодняшнем дне какую-то особенность этого дня, брать ее за основу клипа. Так я поступаю и поступил с этим клипом. В этом дне я сразу же подметил, что жених слегка находится на какой-то такой нерве. Постоянно что-то носится, кто-то его отдергивает, он суетится. Я сразу же себя еще в тот день в голове отложил, что нужно будет взять за прикол такой и на нем все завязать. Таким образом, я использую это в начале клипа и показываю вот здесь как бы вот эту суету его. И монтирую с безмятежными сборами невесты и сборами гостей, как все подтягиваются, там все такое. Дальше танцы, там ключевые слова, которые происходят на свадьбе. И дальше идет мясной замес. Танцы, танцы, какие-то топовые моменты дня, танцы, танцы, моменты. И в конце я использую кадр, как бы снова возвращающий нас с начала дня. Спускается по лестнице и все-таки на этом все, за перила ушли. Так, ну что ж, наверное, пожалуй, это все, что я хотел сказать. Поэкспериментировал я вот над таким форматом. Если тебе зашло, дай знать. Я особо не готовился к этому видео, просто, грубо говоря, экспромтом взял, открыл три проекта и пробежался по таймлиниям. Надеюсь, что ты узнал что-то из этого нового, что для себя подметил на будущее. И будешь этим пользоваться. Меня бы, например, такое видео порадовало бы от какого-нибудь монтажера. Поэтому на этом все. Удачи тебе. Побольше снимай, больше монтируй. Хороших тебе кадров, быстрого монтажа. Где моя крышка? Вот она. Все. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!